Бизнес-ФМ. Ростов. Свидетельство L-6101-103 от 8 декабря 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области. Для слушателей старше 16 лет. Бизнес-ФМ. Первое деловое радио. Главные темы. В эфире Бизнес-ФМ новости. У микрофона Инна Панфилова. Здравствуйте. В этом выпуске. В споре за право называться главными житницами страны Ростовская область борется за второе место. По итогам шести месяцев произвели сельхозпродукцию на сумму 40,5 миллиардов рублей. Туристические кластеры на основе зонирования территории. Какие пять зон появятся на Дону и как планируют привлекать автотуристов, которые отправляются на юг по федеральным трассам. В Ростовской области развернули новый пункт временного пребывания для украинских беженцев. Сейчас там находится порядка ста человек. В Ростове выберут наказание для участника вооруженной банды. С лета прошлого года шестеро жителей Батайска, в том числе работница автомойки и водитель, подрабатывали разбойными нападениями. Бизнес-ФМ. Новости. Ростовская область увеличила отставание от Кубани в сфере агропромышленного комплекса. По итогам шести месяцев на Дону произвели сельхозпродукцию на 40,5 миллиардов рублей. Соседний Краснодарский край превысил этот показатель вдвое почти до 95 миллиардов. На протяжении трех лет область отставала от Краснодарского края по объемам произведенной продукции сельского хозяйства в среднем на 35%. Однако за полгода Донской регион увеличил разрыв в два раза, сообщает РБК Юг. Более того, впервые за это время Донской агропромышленный комплекс уступил Ставропольскому краю. Таким образом, в споре за право называться главными житницами страны борьба идет за второе место. Напомним, что в начале августа аграрии Ростовской области собрали более 8 миллионов тонн ранних зерновых. В этом году подвели погодные условия. Сильные дожди в конце июня и начале июля привели к приостановке уборочных работ в некоторых районах Дона. Учитывая официальные прогнозы по воловому сбору зерна, в этом году Донской регион вновь займет второе место по объему произведенной сельхозпродукции, уступив Краснодарскому краю. Воловой сбор зерна ожидается на уровне 9,4 миллионов тонны. Первое же место Донской регион все последние 4 года держит по производству яиц по голове крупнорогатого скота и свиней. Малые города за большой историей. Новые пути развития туризма на Дону и повышение туристической привлекательности с использованием современных технологий обсуждали в Ростовской области. В результате работы экспертные площадки выработали комплекс рекомендаций. Формировать концепции развития туристических кластеров решили на основе территориального зонирования по пяти зонам. Топриазовская, Вешенская, Цемлянская, Манноческая, Северодонецкая. Учтут специфику музеев и природных заповедников. Развитие туризма также будет способствовать привлечению потока автотуристов, которые следуют на юг по федеральным трассам. Их поток в летний период увеличивается до 35%, а на некоторых участках и до 50%. Планируют возрождать культуру отдыха на воде, включая пассажирское судоходство, пляжный и круизный отдых. В этом году область участвует в реализации стратегии развития туризма в Российской Федерации до 2020 года по 58 направлениям. Важной задачей считает подготовку к проведению чемпионата мира по футболу. В Багаевском районе Ростовской области развернут новый пункт временного размещения беженцев с юго-востока Украины. Сейчас там находится 98 человек, 57 из них дети. В регионе также продолжают работать 4 ранее открытых ПВР, а 3 из них расположены в Неклиновском районе и 1 в Белоколитвинском. В общей сложности в 5 действующих пунктах размещено более 1500 человек. Развернутые 2 резервных полевых пункта временного размещения в настоящий момент беженцев там нет. В целом в Ростовской области сейчас находится более 30 тысяч беженцев. Большая часть из них живут в гонских семьях. Уголовное дело преступной группировки, состоящее из 6 человек, передано в суд. Им предъявлено обвинение в бандитизме, разбое и хищении оружия, использовании подложенного государственного регистрационного знака. Как сообщает пресс-служба Государственного управления Министерства внутренних дел, с лета прошлого года 6 раз жителей Батайска совершали вооруженные нападения на жилые помещения в селе Коисухо в Ростове. В состав группировки также входили работница, местная автомойка и водитель. Они надевали черные маски, вырывались в дома и, угрожая хозяевам оружия, забирали ценные вещи. За совершенные преступления им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф порядка 1 миллиона рублей. И о курсе валют. По данным Центробанка, доллар установлен на уровне 62 рубля 71 копейки. Официальный курс евро 68 рублей 14 копеек. Цена на нефть установилась на уровне 49 рублей 72 копейки за баррель. И о погоде. По информации сервиса Яндекс, 6 августа малооблачно. Температура воздуха 29 градусов. Днем она прогреется до 31. Ветер 8 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров путного столба. Это были новости на Бизнес.ФМ. Выпуск подготовлен информационным агентством ДОН-24. Специально для радио Бизнес.ФМ Ростов. Школа бизнеса. Стресс в бизнесе не лучший спутник. Особенно на переговорах. Чтобы нервы не сорвали успех важной встречи или презентации, вдох в помощь, говорят специалисты и предлагают несложные дыхательные упражнения. Как с помощью простого дыхания быстро привести себя в эмоциональную форму, рассказывает тренер-специалист-профайлер Кира Дружинина. Есть так называемый прием дыхания по квадрату. Предполагается в этом случае, что у дыхания, как у квадрата, есть четыре стороны. Пауза, вдох, пауза, выдох. Вот четыре такие позиции. И они должны быть равны по времени. Это очень непривычный ритм дыхания. В нормальной жизни мы так не дышим никогда. Но если у нас стоит задача быстро привести себя в чувство, буквально 2-3 минуты подышать таким образом, и переключается внимание организма с стресса на вот этот непривычный ритм. Такая дыхательная геометрия хороша тем, что применять ее можно где угодно и когда угодно. Упражнений, построенных на непривычном организму ритме, довольно много. Достаточно всего пару минут, чтобы хоть немного успокоить нервную систему. А вот дольше делать это, как и любое другое дыхательное упражнение, тренеры не советуют. От насыщения кислорода может и голова закружиться. Осторожность следует соблюдать и с другим дыхательным приемом, которым поделилась тренер Кира Дружинина. Все как обычно, вдох-выдох, но единственное, выдох должен быть чуть-чуть длиннее, чем вдох. И это тоже непривычный ритм. И, соответственно, тоже долго не стоит играть в эту игру, потому что действительно, возможно, головокружение, не очень приятное самочувствие. А у нас задача, чтобы все было комфортно, безопасно и хорошо. Такие упражнения можно практиковать и в качестве профилактики, не дожидаясь стрессовой ситуации. Тогда в момент особого эмоционального накала вы точно не забудете о дыхательной разгрузке. Будьте успешны и не пропускайте тренинги на Бизнес.ФМ. Адреса на Бизнес.ФМ. Ростов. В эфире радиостанции Бизнес.ФМ. Адреса. Специалисты архитектуры и я, Инна Панфилова, расскажем о каменных легендах Донского края. Торговые ряды в Ростове представляют собой большой комплекс состоящих из зданий, построенных в разный период и в разном стиле. Мы расскажем о том, как появились в городе крытые рынки. Первый вариант проекта крытого рынка был предложен в 1885 году. Документы свидетельствуют о том, что при проектировании архитектор равнялся на лучшие заграничные образцы, рассказывает доцент кафедры истории архитектуры и искусства архитектурной реставрации Анна Иванова-Личева. Первый из корпусов крытых рынков до настоящего времени не сохранился. Он назывался Рождественский крытый рынок. Был построен, как свидетельство документов, в четырехугольнике Полицейская, ныне Тургеневская, Воронцовская, ныне Баумана, Соленого спуска и Безымянного переулка. Здание рынка было оборудовано подвалами и холодильниками, что для того времени считалось актуально и прогрессивно. Второй крытый рынок был построен в 1891 году на прилегающей территории. Здание имело прогрессивную для того времени систему противопожарной безопасности, рассказывает Анна Иванова-Личева. Третий крытый рынок построен в 1893 году по краевству архитектора Сахамула. В настоящее время он сохранился и является объектом культурного наследия. Особенностью этого крытого рынка было отделение центрального зала, который проектировался двухэтажный. Первоначально там должна была быть обходная галерея на втором этаже. Также крытый рынок отличился первыми металлическими конструкциями. Они сохранились и до настоящего времени. Центральный торговый зал был окружен торговыми лавочками, имеющими вход со стороны улиц. Рынок соответствовал мировым стандартам с точки зрения санитарно-гейнических норм. Были выделены зоны торговли для различных товаров, что стало поводом внесения проекта этого рынка в Нижегородскую ярмарку. В 1826 году архитектурные решения рынка были отмечены золотыми медалями. И в других городах Ростовской области начали следовать примеру строительства крытых рынков. Вольво оснастила свои XC90 детским креслом и ящиком для подгузников. Трассу М4 Дон соединятся с аэропортом Домодедова. Новая платная трасса, а новый кроссовер от Мерседес подорожал на 340 тысяч рублей. В эфире «Автоновости» на Бизнес.ФМ. С вами Лидия Романченко. Крупнейший поставщик «Автоваза» остановил производство до сентября. Тольяттинский завод «Автоваз-агрегат», поставляющий на конвейер «Автоваза» сидения, глушители, нейтрализаторы и ряд другой продукции, остановил производство с 6 июля до сентября 2015 года. Представители завода такое решение никак не комментируют, эксперты лишь обмениваются версиями произошедшего. По одной из них причина в тяжелом финансовом положении, в котором из-за долгов оказался завод, по другим данным, в последнее время обострились отношения между производителем компонентов и «Автовазом», который, судя по всему, недоволен работой партнера и ищет ему замену в лице других поставщиков. Из-за этого резко упал объем заказов. Известно, что «Автоваз» уже останавливал конвейер. Из-за конфликта с поставщиками произошло это совсем недавно, 22 июня. По неофициальной информации, разногласия случились с заводом «Автоваз-агрегат», которые выпускают сидения, выхлопные системы и датчики. Именно эти компоненты оказались в дефиците в день простоя. Теперь же производство остановили до сентября, но и с осенним пуском конвейера к полноценной работе «Автоваз» может не вернуться до конца года, остановившись на графике три рабочих дня в неделю. Следите за новостями авторынка на волнах «Бизнес.ФМ». С вами была Лидия Романченко. Путешествия В студии Лидия Романченко в эфире «Бизнес.ФМ. Путешествия по стране». Сегодня отправимся в город Ветров. Это одно из многих неофициальных названий Чикаго. Несмотря на имя «Уинди-Сити», летом там довольно тепло и влажно. А вот осенью и весной вполне комфортно, чего не скажешь о продолжительности полета. 20 часов из Ростова с пересадками в Москве и Нью-Йорке. Стоит билет в один конец будет порядка 50 тысяч рублей. Международный аэропорт Охара еще недавно занимал почетное второе место в списке наиболее загруженных аэропортов мира по взлетам-посадкам. Как иначе, ведь Чикаго причислили к мировым финансовым центрам. Являясь не только крупнейшим городом на всем Среднем Западе, сегодня это еще и крупнейший транспортный, промышленно-экономический и культурный центр Северной Америки. Район Луб, или по-русски «Петлят» – центральный бизнес район города. Здесь прописались ведущие городские музеи и театры. Большинство небоскребов, в том числе знаменитый Уиллис Тауэр. Некогда самое высокое здание в стране сегодня 10-е по высоте в мире. Улицы района Луб богаты работами известных скульпторов, таких как Марк Шагал, Пабло Пикассо и создатель знаменитых мобилей Александр Колдер. Дизайнерские бутики одежды и крупнейшие торговые центры расположены на участке Норс-Мичиган-эвеню, известном как «Великолепная миля». Передвижение по Чикаго не составит труда. Общественный транспорт там – одна из самых крупных и продуманных транспортных сеток в мире. Спланировать маршрут на автобусе, метро или поезде помогут современные гаджеты. Поможет, к примеру, сервис Google Transit или Go.ru. Стоимость одной поездки на метро или автобусе – 2 доллара 25 центов, плюс по 25 центов за каждую пересадку. Можно взять проездной, на день он обойдется в 10 долларов. Куда поехать – найдется. В Чикаго – это больше 200 театров, художественных галерей, полтысячи парков и десятки крупнейших парадов, каждая из которых тоже достопримечательность, причем бесплатная. Путешествуйте по странам с Бизнес-ФМ. С вами была Лидия Романченко.